Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о некой проблеме сравнения новых консолей, на которую почему-то многие простые игроки очень сильно клюют. Видос будет построен чисто из моего мнения, которое сформировалось на обстановку вокруг. Соглашаться или нет, это ваше право, но если вы вдруг будете согласны с моим мнением, то поставьте лайк на видосик и скиньте этот видосик тому, кто гонится за мощностью новых консолей. Спасибо и давайте начнем. А начнем мы с того, что в последнее время стало появляться в сети все больше и больше информации по поводу PlayStation 5 и Xbox Series X. Нам стали рассказывать о чипах, о памяти, о тех самых тарафлопцах, о процессорах, кто-то это все сравнивает между собой. Но самое интересное то, что на протяжении последних трех месяцев, хотя это наверное началось со времен Xbox One, продолжилось это во времена Xbox One X и PlayStation Pro, все вдруг начали становиться экспертами, экспертами в разработке игр, экспертами в техническом плане. Все вдруг быстро начали шарить в лучшие быстрые SSD-шники или больше тарафлопс, стали приводить свои аргументы и говорить уже что лучше и так далее. Те, кто смотрит мой канал давно, знают, что я такие вещи стараюсь не поднимать, я не делаю акцент на мощности, поскольку считаю, что это бессмысленно. И когда идет речь, что будет лучше, а что хуже, я в основном отвечаю на вопрос, что будет лучше и хуже для конкретного игрока. Я беру идеологию консоли в общем. Сравниваю их игры, предложения и просто рассказываю о том, как это воспринимается простому игроку. К сожалению, в последнее время этому всему не уделяется внимания, ни со стороны компании, ни со стороны игроков. И в данное время почему-то большинство, или там знающие люди, или не знающие, обращают внимание именно на железо. И хоть убейте, я не понимаю, зачем это делается. Сейчас, если вы поройтесь по сети, вы в принципе без проблем сможете найти обсуждение на тем того, что слабше, что мощнее, что будет лучше работать и так далее. И знаете, самый прикол в том, что люди, которые это все обсуждают, приводят аргументацию, которую они там услышали на стороне, они в этом во всем не шарят от слова вообще. На мой взгляд, выбор консольки по железкам это дебилизм полный. Но почему-то большая часть в последнее время на это капец как клюет. И уже на первоначальных стадиях информации все уже знают, что будет мощнее и какая консоль будет лучше. Многие мне почему-то кажется, что до сих пор придерживаются позиции, что мощнее, то и лучше. Почему это все бессмысленно и я вам не советую обращать на это внимание. Начну с того, что консоли это не пока, в которых железо напрямую зависит, пойдет у вас игра или не пойдет и при каких настройках у вас будет идти та или иная игра. В консолях игры затачиваются под конкретное железо, которое не меняется годами. И делается это в основном так, чтобы на всех актуальных платформах та или иная игра выглядела плюс-минус одинаково, несмотря на мощность. Те самые террафлопсы, о которых начали говорить со времен Xbox One и PlayStation 4, это маркетинговый ход, которому начали все верить и по которому начали все сравнивать, что лучше, а что нет. По сути, это то же самое, что и сравнивать пиксели в камере и телефонах. На эту тему я вам, кстати, очень советую посмотреть видос канала 4Game. Там Леха достаточно офигенно объясняет суть этих самых террафлопс. Если что, это не реклама, а реальный совет всем, кто хочет в этом разобраться чуть глубже. Да, мощность в консолях тоже немало важна, но важна она по большему счету не для игроков, а для разработчиков, для тех, кто делает игры. Простым языком, мощность консоли и ее технические характеристики, это лишь возможность для разработчиков показать нам более крутые игры. Воплотить в реальность какие-то фишки, которые они не могли воплотить на том железе. Грубо говоря, больше мощности, больше возможностей для разработчиков. Но самый прикол в том, что не все разработчики могут использовать всю мощь той или иной консоли. Дело в том, что в нашем игровом мире всего лишь три основных консоли. Nintendo, Xbox и PlayStation. Если же Nintendo специализируется на простеньких проектах, на нетребовательных, то Xbox и PlayStation, они всегда практически гонятся за крупными проектами, в которых можно сделать что-то круче, чем можно было сделать тогда. И несмотря на то, что там одна консоль будет выдавать 10 Террафлопс, а другая 12, игры все равно будут выглядеть плюс-минус одинаково. Но самое главное во всем этом будет оптимизация, не мощность, а именно затачивание проекта под конкретные железа. Об этом я говорю практически всегда, но почему-то мало кто обращает на это внимание, а если кто-то и обращает внимание, то не соглашается с этим, поскольку он просто хочет защитить свой выбор. Простой пример того, что Террафлопс и мощность, это не показатель того, что все будет идеально работать. Возьмите нетребовательный и недавний эксклюзив Ori, вторую часть и Xbox One X. При ее восхитительной мощности, при ее шикарных 6 Террафлопс, игра фризит. Хотя, казалось бы, это простенькая игра. Да, большинство в комментариях могут сказать, нет, у меня ничего не фризит, у меня все нормально, но вот вам технический пример того, что игра все-таки фризит. И скажите мне, а что с этой игрой пошло не так? Она требовательная, мощности не хватило или там каких-то либо Террафлопс? Нет, просто этот проект не допилили, не доделали, не оптимизировали под данные железа. Если что, это не камень в огород Xbox One X. Xbox One X это прекрасная консоль для тех, кто хочет видеть 4К, более четкую картинку. Это просто пример того, что мощность это не всегда показатель того, что будет все в порядке. Да, я бы мог похвалить сейчас SSD-шник PlayStation 5, который хвалит всем, кому не лень. Но дело в том, что и там нам все показали на бумажке, а конечного результата никто еще не видел. Я это все веду к тому, чтобы вы не опирались на технические характеристики консоли. Поскольку это все, это лишь показатель на бумагах, которые при игре обычному игроку не будут видны. Когда вы запускаете консоль, вы не думаете, сколько там Террафлоп сейчас работает, до какой частоты разогнан процессор. Вы играете в игры, вы видите конечный результат, который и должен вас волновать. Но дело в том, что нам всего этого не показали. Нам геймплейно не показали ни одной новой игры, но уже все решают, что будет лучше, а что хуже. И то все это мы получаем не только от самого железа, но еще от бюджета студии и их стратегии. К сожалению, это еще одна проблема, которая меня волнует, поскольку мы с вами друзья говноеды, которые побуждают разработчиков особо не стараться. И не выпускать каких-то крупных проектов. Вспомните тот же PUBG. На мой взгляд, это просто один из первых круто распиаренных проектов, связанных с Королевской битвой. Да, по факту, в то время это была какая-то новизна, некий тренд на такие игры. Но дело в том, что данная игра на консолях это был просто кусок говна, за который мы без проблем отдали на первых этапах 2000 рублей. Помните тот же Метро Экзодус? Технически она сделана очень сыро, и несмотря на то, что какая мощь PlayStation Pro и Xbox One X, у этой игры есть проблема со звуком, с управлением на геймпаде. Там просто отвратительная лицевая анимация. Те, кто этого не видят, либо привыкли жрать говно, либо просто защищают любимую игру. Вот просто взгляните на соотношение анимации и звука. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Все, не успокоишься никак? Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь? Это ладно, твое дело. Это что-то на уровне вот этого вот мультика. Позвольте вам возразить, Марина Александровна. Удачный ты момент выбрал. И делать такие проекты в 2019 году при такой-то мощности, ну как по мне, странно. Просто мне кажется, что сейчас студия рассуждает так, а смысл стараться, если и так сожрут. Сейчас, если что, я не трогаю смысл игры, ее концепцию и так далее. Все игры на вкус и цвет, и несмотря на то, что мне нравится та же Metro Exodus, технически она просто отвратительно сделана. И это нужно признать. Глядя на большинство игр, которые нам предоставляют в последнее время, это либо инди-проекты, либо проекты с мультяшной графикой. И дело в том, что мы покупаем такие игры, мы играем в такие игры, и это все разработчикам приносит, ну, большое количество денег при меньших затратах. Взгляните на те же переиздания. Да, какие-то проекты действительно требуют того, чтобы их, грубо говоря, переиздали, чтобы посмотреть на них в новом облике. Но по большему счету это одни и те же игры, только, грубо говоря, с перерисованными текстурами. И при этом все, мы все равно покупаем одну и ту же игру несколько раз. И как по мне, те самые переиздания, это лишний повод срубить бабла, не придумывая ничего нового. Я прекрасно понимаю еще смысл перезапуска, но переиздания я вообще не понимаю. Я ни в коем случае сейчас не веню студии, которые все это делают, поскольку спрос рождает предложение, и все-таки это бизнес. Но дело в том, что при таком исходе мы, скорее всего, будем и дальше видеть бессмысленные переиздания. Если что, по слухам, Microsoft готовится очень сильно стрельнуть в этом плане, и предоставить нам очень много крутых проектов. И по словам известного инсайдера, в принципе, это должно произойти очень скоро. Я очень надеюсь, что майки не подведут в этом плане и покажут нам действительно много крупных ААА проектов. Поскольку те проекты, которые нам показывают на Xbox Insight, как по мне, они не очень. В общем, к чему я это все? Ребят, я вам советую обращать внимание на игры, на функции, на предложения тех или иных консолей, которых нам, к сожалению, пока еще не показали, но никак не на железо. Вы играете не в Терафлопсы, вы играете не в ССДшники, вы играете в игры. И как только нам покажут те самые новые игры, тогда и будем уже говорить, что будет лучше, а что нет. Лично я больше предпочитаю Xbox, поскольку мне нравятся их выгодные предложения в виде подписок, мне нравятся их эксклюзивные проекты, которых нету на PlayStation. Я безумно хочу увидеть продолжение серии Gears, я хочу безумно увидеть перезапуск Fable, я хочу увидеть каких-то новых IP. И при всем при этом, при выборе той или иной консоли, я никогда не обращал и не буду обращать внимание на железо, что и вам советую. Вы можете быть не согласны с моим мнением, вы можете быть против моего мнения, это ваше право. Но в любом случае, хотелось бы видеть аргументацию вашего мнения в комментариях. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, на что вы обращаете внимание при выборе той или иной консоли, ну а также напишите свое мнение, что вы думаете на этот счет. Не забывайте поддерживать канал лайками, подписками. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok